мы с вами получили стали рассматривать примеры от построения матрицы плотности и как решается уравнение и на самом деле самая простая задача которая везде встречается в квантовой механике вы помните спина 1 2 спина 1 2 это есть собственно представление кубита вашей деятельности поэтому также как и такой классической квантовой механике так и здесь спина 1 2 играет особую роль и поэтому на нем мы будем особое внимание акцентировать по двум причинам потому что это одна из таких важных моделей а с другой стороны со спином 1 2 очень можно далеко продвинуться в аналитическом решении различных выражений и что-то мы для двухуровневой системы или для спины 1 2 с вами показали что матрица плотности всегда можно представить таком виде 1 2 единичка плюс сиза на п где сигма это матрицы паули а по это поляризация как мы назвали п это если 7 народ вот такой вот у нас определение этой поляризации вектор поляризации но с чем вектор поляризации связан в принципе из таки из физических величин с которой взаимодействует чем-то это магнитный момент правильно да вот собственно с другой стороны а поляризация вот для кубитов это самостоятельное важное понятие которое тоже используется в квантовой оптики но понятно это само собой вот очевидная и что здесь написано и так вот теперь мы рассматриваем с вами задачу о спине половинка в магнитном поле для этого мы записываем гамильтониан напишем гамильтониан магнитное поле мы не будем направлять там по оси z как обычно запишем в произвольном направлении а значит мы написали весь минус мы запишем с вами через гиромагнитное отношение определение магнитного момента будет аж гамма с вот в этом магнитное поле которая с спин частички гамма гиромагнитное отношение тогда поскольку мы понимаем что матрица плотность решения уравнений ли у виля всегда можно бы записать таким образом роботы но я и не всегда буду шляпки ставить над матрицы плотности если буду забывать это не страшно итак мы с вами понимаем что это есть вот у крестик ро от нуля у от т и здесь мы тогда с вами поскольку оператор эволюции здесь простой есть степень и минус и на аж на свете аж сокращается и гамма то есть нам ну а вы по ним помните что гамма на бы это есть чистота при цессе до на печь и тут ты еще с одессит шляпка над из на спину вот соответственно если я теперь направлю единичный вектор вдоль магнитного поля то тогда вы видите что здесь будет очень просто все написано и как вы помните часто для всех операций алгебраических таких удобно вместо оператора спина вводить сигма оператор или оператор паули в два раза больше но зато сигма в квадрате как вы помните здесь раз единички да вот мы сейчас это напишем эти коммутационные соотношения значит я тогда пишу е в степени минус и омега пополам т сигма на н рот нуля вот у меня такое выражение получилось для матрицы плотности в произвольный момент времени а теперь мы рассмотрим стандартную задачу что вот пусть у меня какая-то поляризация была у спина то есть какое-то среднее значение с какой-то проекции более предпочтительно было из матрица в начале момент времени пусть у меня вот определяется этой формулы еще тогда подставлю вот это все выражение сюда и получу соответственно и какой вид у меня будет иметь выражение как для матрицы плотности ну чтобы можем сделать ночь мы с вами воспользуемся тогда на следующем образом вы видите что на самом деле важную роль не играет здесь собственно поляризация вот если у меня 2 от 0 значит произвольный момент времени ведь это единичный оператор он так и останется значит у меня ро от t будет определяться так 1 2 1 плюс сигма вы от и насчет мне нужно найти тогда как ведет себя поляризация в течение времени то есть эволюция поляризации надо найти ну и тогда я запишу по это компонента поляризации это есть след сигма и то ну и тогда вот подставлю вот это вот определение значит у меня получается след сигма и то если я подставлю вот эту матрицу в начале момент времени вы видите что мне здесь получается вот здесь единичный оператор стоит и он будет стоять сигма матрица поскольку если сигма матрица равен нулю зачем его не будет правильно и останется только вот такая у меня формула такое выражение гораздо проще сигма и то у крестик а ты для простоты пока так напишу дальше будет у меня сигма к то вот отсюда я написал дальше будет еще раз сигма и то сигма к то вот здесь еще раз но по определению свои я теперь подставляю выражение для этого для этой матрицы плотности вот она с этим начали единичный оператор сима он остается единичным след сигма матрицы 0 до что зацепляется только вот эта часть матрицы плотности значит у а ты а пока то я в начальный момент времени вынесется значит если мы посмотрим на вот это выражение мы видим что его можно записать всегда в таком виде по это есть некий тезер это ты зарвить это же проекция на на оси координат значит тензор второго ранга м и катая пк это нуля вот такая вот простая связь она очень важно вы видите линейная связь но главное что у вас эволюция поляризации изменения во времени и определяется тензором второго ранга значит наша задача и состоит то что вот этот тензор посчитать и мы его можем легко посчитать зная вот свойства сигма матрицы того что здесь записано итак давайте попробуем посмотреть что мы здесь получаем итак первое что как вы помните в силу того что у меня есть такое коммутационное соотношение не коммутационное соотношение свойства матриц паули это есть дельта и к т плюс и е и к л на сигма ну я надеюсь что индекс и и минимая единица не будут путаться поэтому здесь я теперь подставлю выражение для оператора эволюции которые мне здесь записано вот с учетом того чтобы здесь минус так я получаю что это есть косинус омега т пополам плюс и седьмая на синус омега т пополам ну помните эту формулу из квантовой механики правильно у вас в задании то все было значит вот мы написали значит тогда я подставляю сюда это выражение что мы с вами тогда видим мы видим с вами следующее что а вот под знаком следа у меня такое выражение будет стоять сигма и т а на косинус омега т пополам плюс и сигма на н синус омега т пополам ну поскольку здесь стоит у крестик значит сюда минус я поставил сигма к т и дальше снова будет стоять косинус омега т пополам плюс и сигма на н синус омега т пополам вот такое у меня оказалось выражение значит что у меня здесь получается несколько слагаемых как вы видите на первый взгляд выражение довольно такое громоздкое но мы сейчас увидим что тут коммутатора у вас получается или еще что то простое и на самом деле выражение довольно прилично упрощается так что мы видим косинус в квадрате омега т пополам сигма и т на сигма ката дальше у меня будет стоять плюс сигма и т у меня здесь будет стоять а здесь будет стоять такое выражение вот косинус омега т пополам омега т пополам имя косинус омега т пополам то есть это синус омега т с половинкой ну что у меня здесь получается у меня здесь стоит сигма катая и сигма n в это выражение со знаком плюсик а отсюда когда я пойду будет со знаком минус то есть у меня коммутатор возник вот видите такой коммутатор возник и дальше осталось у меня такое выражение плюс сигма и т и вот более сложное выражение сигма на н на сигма к и еще раз сигма на и вот и на синус квадрате омега т пополам вот осталось нам с вами преобразовать эти выражения если вы помните то что у вас было там из квантовой механики замечательно но я напомню вам да вот смотрите здесь мы воспользуемся вот этой формулой и видно что когда я под знак следа поставлю у меня останется только дельта и кат то есть единичка здесь будет потому что след от этого выражения даст ноль значит дальше надо нам вспомнить коммутатор опять-таки у вас было задание по квантовой механике да мы пишем сигма катая сигма на н я напоминаю вам потому что но наверняка вам все-таки придется потом такими вещами так или иначе заниматься в разных там либо вы вычисления будете делать либо еще что-то но вот алгебра она должна быть вам хорошо знакома в тензорной форме запишем да сигма к на сигма л на н а этот коммутатор вот мы с вами написали 2 и е к л к л н сигма м на н л который у нас здесь осталось ну и можно тогда его правильный индекс правильный порядок индексовый поставим тогда будет минус 2 и е к м л сигма м и вот мы получили вот это выражение ну вы видите что возникает у вас смешанное произведение которое здесь получается но и вот это все будет нормально так теперь вот с этим выражением нам надо с вами разобраться но давайте попробуем вспомнить лишь вы помните что сигма на н квадрате это есть единичка тогда вот смотрим сигма на н на сигма к еще раз сигма на н когда их переставляю местами значит это у меня будет что такое сигма на сигма на сигма к коммутатор вот такое поставим и еще раз на сигма н вот мы умножили это и вышли мы добавили сигма к сигма на н квадрате вот это единичка а этот коммутатор мы с вами только что посчитали вот он у нас здесь написан на что у нас получается тогда сигма к здесь вот видите был минус теперь плюсик станет и будет у нас плюс 2 и е-к-м-л сигма-м-л и на сигма нами вот у меня получилось видите такое выражение правильно мы получили то я что ничего чуть не а ну да я же еще теперь должен умножить вот здесь скалярный смотрю индекс лишний мне здесь оказалось так вот такое довольно сложное выражение мне получилось на первый взгляд теперь если мы все соберем с вами вот то окажется что выражение не такое сложно получилось но давайте сделаем так там на той доске видно будет не будет все три доски видны да ну давайте попробуем пособирать вот то что она здесь оказалось написано и что мы видим ну на доске ты довольно сложно сразу все увидеть значит что вы получаем вот у нас косинус квадрат я беру след от этого выражения это останется у меня тогда м и кт у меня давайте попробуем записать может быть нам удастся правильно его записать и так здесь у меня дельта и кт у на косинус в квадрате омега т попал дальше мы вот к этому подошли к этому выражению подошли вот она у нас давайте посмотрим это здесь с каким знаком у нас она идет со знаком минус 1 2 не забываем что вот здесь у нас 1 2 было здесь я без 1 2 писал дальше будем писать такое след сегма и т сигма и т сегма и т давайте вот это вынесу двоечка сократилась минус и е к м дальше у меня будет сегма и т дальше сегма и т правильно да ничего не забыл тут вот у меня вот этот след такого выражения получился а nl это вектор свободный есть такое да а значит вы видите что опять-таки если мы воспользуемся значит это будет дельта и m вот это выражение и на здесь у меня в этом выражении синус и косинус стоял значит здесь будет у меня синус омега t синус омега t у меня будет стоять теперь дальше мы идем к этому выражению последнему плюс 1 2 свет сегма это и мы умножаем сегма кратая плюс 2 и е а к м л сегма м сегма 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 н на н л на н л вот такое мы все выражение и это у нас синус в квадрате омега t пополам синус в квадрате омега t пополам здесь у меня снова вот дельта и к т вот но честно говоря где-то я тут значит получается косинус в квадрате омега t плюс синус еще одна одна вторая у тебя честно говоря забыл это выражение но будем собирать и а нам ведь важно еще и не ошибиться в этих знаках которые она здесь были потому что можно тогда что-то не то записать и и так мы же с вами забыли что след единичной матрицы двоечка правильно да поэтому а я то след пишу поэтому вы должны были мне это сказать что вы здесь вот не будет у меня 1 2 потому что след от единичной матрицы есть единичка двоечка она сократилась и здесь вот тоже это же дельта и к на единичную матрицу значит получается дельта и к т здесь у меня снова получается если я напишу дельта и м значит будет у меня минус и ну вот честно говоря не это не ожидал что вы снимать будете я думал мы спокойно с вами тут на доске поработаем вы это сделаете все выкладки и поэтому как бы как упражнение ваше вот и поэтому у меня здесь видите сейчас нет несколько так сумбурно получилось я хотел вам вот чтобы самостоятельно это сделать так и сделайте самостоятельно ну а хорошо давайте так поскольку у нас одна лекция пропала пусть это будет ваше упражнение на этом да вот доведите до конца все что здесь у вас было у вас вы должны получить прицессию поляризации вот мы прошлый раз с вами написали уравнение лармора для прицессии поляризации теперь решение это уравнение решение это уравнение она будет выглядеть может быть представлено в таком виде и вот ваша задача состоит в том чтобы этот тезор найти ну по сути дела вам вот осталось взять и собрать все то что здесь записано значит у вас будут синусы и косинусы как прицессия идет плоскости перпендикулярной n а значит помните как в тензорной форме задается направление перпендикулярная какому-то плоскость перпендикулярной какому-то направлению да она с помощью вот этого и этого тензора задается все что перпендикулярно его и вы получите такое выражение и так пусть это будет вашим упражнением хорошо мы бы мы его почти доделали но вот время не будем тратить и вот видите я такой немножко сумбурно это дело но помните что след для двух уровней от единичной матрицы равен 2 понятно да тогда у вас ошибок видите мы так чуть-чуть был ошибкой не сделали и так вот это такое такие два примера небольших которые показывают как решаются уравнения для матрицы плотности как вообще выглядит решение уравнение лилвиля для двухуровневой системы понятно да и так вот значит тогда мы такой ты такие маленькие примерчики заканчиваем рассматривать а переходим к следующему материалу к следующему разделу я хочу вам о функции вигнера рассказать поскольку функция вигнера она широко используется в квантовой оптике и она собственно непосредственно связана с матрицей плотности это такое тоже одно из важнейших применений матрицы плотности потом я вам постараюсь рассказать еще скользко как матрицу плотности можно применять для описания сигналов но можно сказать классических таких и проиллюстрирую на одном примере вот как раз для этого важно будет записать функцию вигнера она правда называть вигнера да она правда называется уже для сигнала функции вилле вигнера но главное что вот суть все равно заключается в том что это матрица плотности лежит в основе всех этих понятий и так функция вигнера значит откуда она возникла и почему появилась ну вы понимаете что много там разговоров в начале было когда квантовая механика создавалась вот собственно почему нельзя одновременно измерить импульс и координату и поэтому мы не можем непрерывно перейти от статистического описания классических систем к статистическому описанию квантовых систем да потому что вы все классические системы описываете с помощью функции распределения функция распределения задает вам плотность вероятности определить классическую частицу в данной точке фазового пространства да то есть вот ее в классическом состоянии значит она есть функция распределения функция импульсовых координат вот если одно частично такую напишу у меня так и будет значит я тогда понимаю что у меня функция распределения по импульсам получается интегрирование по этой функции распределения по всем координатам вот я получаю функцию распределения по импульсам но зная полную функцию распределения я точно также могу найти функцию распределения по координатам на мокрой доске плохо видно но как в квантовой механике принято я несимметричное дело в клубе то есть я по состояниям по сути дела все это записал вот собственно обычно в квантовой механике вот вы какое-то выражение интегрируете по всем состояние то есть по состоянию с различными значениями импульса которые вы описываете и вот что же мы имеем в квантовой механике мы можем записать описать ансамбль систем с помощью матрицы плотности и вы помните что главное что она определяет она определяет собственно вероятность различных состояний диагональные элементы определяют вероятности состояния того или иного представления в котором вы написали в общем случае могу написать матрицу плотности так это есть некие матричные элементы ро н штрих а здесь вот такая такая матрица если я захочу записать эту матрицу плотности в координатном представлении это же оператор значит я тогда пишу р р р штрих а это есть матрица плотности в координатном представлении р р штрих мокрый ел уже значит я тогда вижу что это есть сумма по всем состояниям р р р штрих у нас появятся волновые функции появится р р р р штрих а вот такое выражение значит я тогда вы помните что диагональные элементы р р р р р р р это есть вероятности на определение частиц ее в данном состоянии точки иr плотность вероятности а значит вот эта функция должна быть эквивалентна вот эта функция распределения которое мы с вами из классической еще иט по b то же самое я могу и в импульсное представление написать р р р значит ну что мы запишем то же самое будет здесь стоять у вас фипы правильно то же самое смотрите это те же самые матричные элементы подан между данными состояний а здесь будет у меня но я другой буквой обзову фи n от п фи со звездочкой штрих от п штрих ну я могу теперь связать вот эти два представления координатное импульсное естественным образом то есть как квантовой механике вас учили значит я могу поставить сюда вот единичные операторы которая раскладывает импульсное представление в координатное и получить такое выражение значит мы тогда пишем про я буду теперь писать так чтобы у меня видите уже не матрица такого явно видела как функция поскольку мы функция распределения все это будем переводить на что у меня тогда будет если этих поставляем не значит нужно должно быть преобразование фри и так я получаю интеграл пдр пдр со штрихом вот смотри я теперь перехожу в этом выражении от импульсного координатного представления под я вам подчеркнул и это те же самые матричные элементы значит у меня возникает матрица плотности в координат на представление так же как для волновой функции у вас преобразование фурье было а здесь двойное преобразование получается ро от r и r со штрихом от координатного к импульсному да от координатного к импульсному сюда вот напишем и е в степени минус и на h пр и р со штрихом вот я так записал а теперь что такое функция функция распределения это диагональный матричный элемент значит тогда я пишу ро от p и p и мне здесь возникает р минус р штрих интеграл д р р со штрихом про от р р со штрихом е в степени минус и на h p r минус р штрих и вот собственно что сделал вигнер он говорит а давайте мы сделаем следующий мы видим что мы хотим оставить здесь зависимость ввести некую функцию которая будет зависеть как от координат так и от импульсов вот все что у меня здесь записано здесь нет оператор здесь есть и импульсы и координаты как физические величины а значит давайте попробуем здесь как оставить можно координаты здесь сделать частичное преобразование фурье правильно да то есть да только по одной координате значит я тогда получаю w вроде бы функцию сделаю так преобразование не буду вводить так это есть вот смотрите вот да плотность вероятность ну правильно смотрите видите если бы у меня было чистое состояние это модуль псев квадрате от р это как вы помните в квадратной механике плотность вероятность у нас не обязательно чистое состояние у нас может быть ансамбль это смежное состояние поэтому это есть вот сумма с распределением вероятности вот этих чистых состояний понятно да и как вы по ансамблю говорите есть вероятность данного состояния из да с распределением вероятности по всем состояниям еще ансамбля суммируете вот это вам дает матрица плотности понятно да вот смотрите вот это значит это есть функция распределения по координатам ансамбля если это чистая система чистое состояние просто модуль пси в квадрате вот вы всегда так делайте такую аналогию проще всего апеллировать чистым состоянием что квантовая механика в обычной формулировки не через матрицу плотности вам все таки уже привычно знакома а с матрицей плотности видите немножко посложнее получается но она вам дает возможность описывать ансамбля системы смешанное состояние открытые системы описывает то что не дает вам сделать квантовая механика обычно потому что там вы изучаете сам кунта изолированные системы понятно да даже если внешнее поле как-то действует вы интуитивно все равно используйте волновую функцию для всей системы и и так далее дальше потом вы как-то это все размыкаете итак давайте попробуем сделать тогда вот такую функцию ввести пр это будет интеграл др штрих ро от r r со штрихом е в степени минус и на h вот я ее частично про интегрировал а теперь вы видите как-то здесь вот r стоит а здесь у меня интегрирование пр-р штрих и давайте мы введем новые переменные введем переменную x которая есть r плюс r штрих пополам ну и соответственно у которая есть r минус р штрих и тогда у вас будет а такое выражение w от p и r вот здесь обращаю ваше внимание то что возникнет некая несимметрия потом в различных преобразованиях и это вот накладывает некую осторожность на проведение казалось бы простых выкладок значит это будет у меня интеграл д-у я интегрирую теперь перехожу к другим к интегрированию по у а здесь у меня будет ро от r плюс у пополам r минус у пополам вот я видите и так вот асимметрично в две стороны раздвинул эта матрица плотности есть степень минус и на h p на у вот такая мне функция распределения давайте что мы хотим отсюда получить вот это есть квантовый аналог классической функции распределения вроде бы да но мы с вами я не буду так вот сейчас много внимания на это уделять но а функция распределения она по определению не отрицательна потому что то есть плотность вероятности да а вот если вы будете рассматривать различные примеры то можно увидеть что функция вигнера она может и отрицательность становится функция вигнера не есть функция распределения это есть некая квазераспределение но она как мы сейчас с вами увидим обладает необходимыми свойствами которыми обладала классическая функция распределения какие свойства значит я если проинтегрирую по координатам получу распределение по импульсам а если проинтегрирую по импульсам получу распределение по координатам собственно вот в этом нам и Надо с вами убедиться. А если мы это увидим, значит, всё. Вот это квантовый аналог, классическая функция распределения. Ну что, давайте мы рассмотрим тогда, проинтегрируем. По координатам. Получим. Если у нас так не значение, что значит минус функции? Что значит, если у нас так не значение? Бывает, что у нас квантовый аналог. Ну, смотрите, сейчас, вот мы строим функцию Вигнера. Попробуйте построить для чистого состояния функцию Вигнера для осциллятора на первом возбуждённом уровне. Вот чистое состояние, первое возбуждённое состояние осциллятора. Одномерно. И вы увидите, что при некоторых значениях переменных она становится отрицательной, эта функция. Как с этим идёт? А, никак. Это означает, что функция Вигнера – это не есть функция распределения в обычном понимании. Да что это? Вот я и говорю, это есть квазираспределение. Квазираспределение. Ну, если говорить о том, как от функции Вигнера перейти к реальной функции распределения, значит, нужно ещё сделать что-то, чтобы от этой функции перейти к другой, и чтобы эта функция была только не отрицательной. Я надеюсь, что вы на пятом курсе сможете с этим хорошо познакомиться. А в следующий раз я постараюсь вам проиллюстрировать такой переход. Это так называемое томографическое представление. Мы должны будем построить томограмму для матрицы плотности. И вот она на самом деле строится, исходя из функции Вигнера. То есть мы берём за 100 функций Вигнера, потом делаем некое преобразование. И, собственно, вот мы тогда получаем уже неотрицательную функцию, которая нигде меньше нуля не становится. Вот она уже имеет реальный смысл функции распределения. Понятно, да? Поскольку она неотрицательная. Ну, давайте проинтегрируем. По координатам вот это выражение. Так, давайте мы лучше сперва по импульсу проинтегрируем. Это проще нам будет сделать. Итак, я проинтегрирую В от П и Р по импульсам. Как здесь мы написали. Итак, смотрим, что у нас получается. Давайте я сразу опущу некие выкладки. У меня двойной интеграл стоит. Он абсолютно сходится. Я меняю порядок интегрирования. Сперва по П делаю интегрирование, а потом по координате. Значит, смотрите. Поскольку я интегрирую по П, вот эта функция у меня от П не зависит. У меня остается интеграл по П от экспоненты. А это есть дельта-функция. А значит, я тогда вижу, что это есть интеграл Ро от Р плюс У пополам Р минус У пополам на дельта-функцию от У. Это уже с учетом всех коэффициентов. Ну, вы помните, да? 2П, это 2П, в копии все сократится и будет просто дельта-функция. И вы видите, что вы получили Ро от Р и Р. Это и есть функция распределения по координатам. То есть, вот видите, эта функция нам дает функцию распределения в координатном представлении. Осталось сделать то же самое для импульсного представления. Вот это? Ну, смотрите. Ведь мы о чем говорили? Что в квантовой механике я могу выбрать либо координатное, либо импульсное представление. А вот в классической механике у меня и импульс, и координаты определяют состояние частицы в фазовом пространстве. То есть, и импульсы, и координаты, физические величины. Для квантовой системы я не могу их одновременно определить. Поэтому у меня выбор либо координатное, либо импульсное представление. А вот если я сделал такое преобразование, я, видите, удержал. Я же все использовал, исключительно рассмотрел квантовую систему. Вы же видите. Вот у меня оператор матрица плотности. Я использовал квантовое состояние. И вот теперь эта функция, которая из квантовой механики пришла, никакого классического пока здесь нет аналога, я вдруг удержал две физических величины P и R, которые, конечно, я для квантовой системы измерить не могу. Но функция такая оказывается существует. Именно потому, что я не могу одновременно и то, и другое измерить, я говорю, что функция Вигнера может быть отрицательной. Потому что это не есть функция распределения квантовой системы по состоянию. Почему? Ну, как обычно вы переходите... Нет, ну, смотрите, когда вы рассматриваете, грубо говоря, две частицы, да? Вы что делаете? Переходите в систему центра масс и относительное движение рассматриваете. И здесь то же самое. Вот смотрите, центр масс, а это относительное движение. и всё. Поэтому физически, интуитивно, это наоборот, всё понятно, всё хорошо. Это вам только кажется, что не используется. А теперь давайте попробуем обратно перейти к тому, чтобы мы здесь получили распределение по импульсам. Вот здесь-то нам как раз и надо будет использовать, потому что если я вот в лоб назад начну писать, я ничего не не получу никакого выражения. Поэтому мы сделаем следующее. Мне же надо матрицу плотности R и R' и поэтому мы рассмотрим матрицу плотности такую, функцию Вигнера такую, W от P. А здесь мы напишем R плюс R' пополам. Вот. И обратное преобразование сделаем, потому что мы в другой сторону на E в степени и на H P и на U. Термины рассветные штрихи по D PDR. Мы сделаем. Вот. А теперь мы подставим вот это определение, которое здесь у нас было записано. R' R' здесь. Ну, смотрите. Здесь вот у меня переход от импульсного координатного с помощью фре-преобразование делаем так, сейчас тут, наверное тут не надо здесь же я тоже вот а теперь я ее подставляю, вот эту функцию распределения функцию Вигнера выраженную через матрицу плотности и у меня снова появляется вот такое интегрирование которое теперь дает мне соответствующее выражение давайте, чтобы не ошибиться я сейчас посмотрю что тут у нас было вот видите, я как раз и готов был ошибиться а мы сделаем так F от P это есть интеграл, вот как раз я должен матрицу плотности проинтегрировать которая у нас была вот здесь вот вот поскольку это R от P и P и вот теперь я должен подставить эту матрицу плотности которая здесь вот записана и выразить вот эту матрицу используя определение функции Вигнера через соответствующий интеграл ну вот давайте мы его здесь сделаем сейчас я вот посмотрю как я тут делаю что мы здесь с вами делаем подставляем вот это выражение сюда ну собственно снова делаем вот это преобразование которое было у нас поскольку у нас теперь стоит вот здесь видите один раз интегрировали второй раз проинтегрируем и у нас снова будет выражение интеграл от функции Вигнера но только не от P и R не от R а от R плюс R штрих попола вот такая вот вот смотрите когда мы сделали здесь вот такой переход у нас а здесь это стоит матрица плотности R и R штрих и я ее интегрирую а значит это перейдет сюда к функции Вигнера понятно да вот смотрите у меня должна быть записан должен быть записан вот этот интеграл вот я снова делаю замену переменных R штрихи и вот тогда у меня возникает матрица плотности интеграл от матрицы плотности все верно значит смотрите у меня здесь я же сделал замену переменных от интегрирования по R штрихи по R перешел к интегрированию по U и по X и вот здесь тогда у меня и окажется что после этого преобразования окажется W от P и X по DX интеграл вот смотрите понятно да ну давайте сделаем вот я пишу теперь вот эти два интеграл интеграл а нет нет вы я ну а здесь вы же тоже не проинтегрировали вы получили соотношение важное вы получили что интеграл от этой функции по координатам есть функция распределения по импульсам есть функция распределения по координатам теперь вам нужно показать что если вы эту же функцию проинтегрируете по координатам вы получите функцию распределения по импульсам вот оно я могу и так написать можно но но проще сделать сразу вот смотрите я почему я же здесь перешел от интегрирования по R и R штрих к интегрированию по U и по X значит вот я давайте сделаю это еще раз DX и DU теперь вот я переписал вот это выражение которое у меня здесь было записано Ро от X минус у пополам я теперь R должен выразить через X и U да правильно значит R у меня тогда будет что у X X плюс U пополам здесь X минус U пополам Нет, ребят, вот смотрите, E в степени минус I на H P на U. Вот смотрите, вот вот я что? Вот я его написал здесь, да? Теперь смотрите, когда вы интегрируете, ну мы ее вроде бы как, это есть функция координар, здесь стоит, да, мы по R' формате. Значит, вы видите, это есть вот один интеграл, это есть функция Вигнера, да? То есть интеграл по DX W от P и X. То есть, что нужно делать? Надо помнить, что у вас две координаты там всегда. R и R'. Вот, вот. И функция Вигнера зависит не от P и R, а по-видимому, у нас есть P и X. Да, то есть у вас там сколько? Ну вот, смотрите, конечно, с одной стороны, наверное, X надо было написать, а с другой стороны хотелось указать, что изначально у вас вот вроде бы функция от координат здесь была, от R, от координаты. Понимаете? Вот поэтому я ее так и напишу. Но! Каждый раз мы будем помнить с вами, вот сейчас мы будем писать с вами уравнение Маяла, и вот надо помнить о том, что на самом деле здесь X и R и R' стоит. Здесь всегда две. Вот мы здесь применяем на X. Нет, все, вот вы видите, что в чем сложность. Вот, кстати, это и есть, вот, по сути дела, вот указание на то, что это не есть, вот, собственно, истинная функция распределения, да? Вы по X интегрируете. По двум, по центру вас, как говорится, понятно, у вас две координаты есть, которые связывают в разных точках состояние. И вот, значит, смотрите, вы видите, что формально вот эта функция из квантовой механики пришедшая, она удовлетворяет тем требованиям, которые мы вначале с вами накладывали на них, то, что у вас функция распределения, должна существовать такая функция, интеграл от которой по координатам дает функцию распределения по импульсам, а интеграл по импульсам дает функцию распределения по координатам. Мы действительно это получили, понятно, да? А если мы сейчас проэкономируем немножко такую функцию, да, где мы приняли на X, в принципе, в слову, ну, если угодно, да, мы использовали вот это определение. Да, потому что в координате мы использовали... Вот здесь, ну, здесь нам как бы без разницы было, да? Ну, вот, конечно. Конечно, смотрите, R равно R штрих. Здесь R равно R штрих. Вот смотрите, когда дельта функция по U, R равно R штрих. А здесь, вот смотрите, ребята, опять-таки аналогия. Давайте вспомним квантовую механику. Уравнение Шрёдингера в координатном представлении. Локальное уравнение, дифференциальное. Переходите в импульсное представление. И всё, у вас взаимодействие не локальное, у вас интегральное уравнение возникло. У вас два импульса, да, переданный импульс возникает. А здесь у вас для того, чтобы с данным импульсом две точки присутствуют. Нет, нет, нет. Вот в этом-то есть не F от X, потому что у вас R равно R штрих. Вот дельта функция стоит. Ребята, ещё раз. Дошло? Во, прекрасно. Прекрасно. Смотрите, это же диагональный матричный элемент. А здесь для определения P у вас не диагональные матричные элементы по R стоят. Всё? Видите? Вот такая вот у вас аналогия. Но нам всё равно нужно поставить X. Нет, не X, именно R. Вот здесь? А зачем? У вас R и U. Не нужно здесь ставить. А вот здесь вот нужно. Понятно, да? Ну вот, вы видите, забавно получается. Но на самом деле, я думаю, что это помогло вам немножко и квантовую механику осмыслить немножко по-другому, с другой позиции. Правильно, да? То есть вы должны вспомнить свойства квантовых систем. И вот теперь мы... Значит, смотрите. Вектор состояния подчиняется уравнению Шрёдингера. Матрица плотности подчиняется уравнению Льювиля-Фан-Ноймана. А какому уравнению подчиняется тогда функция Вигнера? Тоже надо написать. Правильно, да? Вот. Значит, вы видите, что мы должны тогда по сути дела записать из уравнения Льювиля получить уравнение для функции Вигнера. Понятно, да? Мы с вами записали в прошлый раз, какой вид имеет уравнение Шрёдингера, уравнение Льювиля для матрицы плотности в координатном представлении. Помните, да? Поскольку это матрица, значит, у вас есть производная по координатам и по штрихованным координатам. И стоит у вас потенциальная энергия в точке Р и в точке Р штрих. Вот оно здесь вот присутствует. Вот смотрите, вот это всё здесь стоит. Вот. Теперь давайте посмотрим, как мы получили функцию Вигнера. Мы сделали Фурье преобразование от матрицы плотности. Сдвинули влево-вправо Р и Р штрих и сделали Фурье преобразование. Значит, нам нужно вспомнить с вами основные свойства преобразования Фурье. Ну, поскольку уравнение Маял, оно такое довольно длинное, хотя, когда мы потом приведём все члены, оно не такое уж и длинное, кажется, но поскольку там индексы стоят, производные и так далее, вот в одномерном случае мы с вами запишем это, а в трёхмерном случае, ну, будете тензоры писать. Понятно, да? Итак, значит, у меня тогда функция Вигнера от П и Ку. Вот одномерный случай рассматривать. Итак, координата обобщённая. Ну, здесь же тоже обобщённые бурсы, обобщённые координаты. Так, теперь, чтобы не путать эти П и Ку, я обычное преобразование Фурье. Итак, Ф от Х, какая-то функция от Х, это есть интеграл Ф от К на Е в степени и КХ. И вот, как в математике пишут, там асимметричное преобразование Фурье, ДК на корень из двух П. А, соответственно, сам Фурье образ, это есть интеграл Ф от Х Е в степени минус и КХ ДХ тоже на корень из двух П. Вот, будем так. Ну, почему я так пишу, потому что это такая чисто математическая вещь, а математики любят симметрично писать. Для нас важен физический смысл, два П, ДХ, это фазовое объемное одно состояние приходящееся, а здесь важна более такая, более важную роль играет симметричное распределение этих коэффициентов. Поэтому мы так напишем. Значит, что у нас встречается? Потенциальная энергия, это ряд Теллора по степеням Х, значит, как умножается на Х. мы смотрим Х на Ф от Х. Чему эта операция соответствует при фурье преобразовании? Это есть интеграл Ф от К Х на Е в степени ИК Х ДК на 2П на корень. Ну, видно, что это есть если я продифференцирую минус И ДП ДК ДК на корень 2П Значит, как у меня здесь Х получился? Это есть интеграл Ф от К А здесь я получаю минус И ДП ДК от Е в степени И К Х ДК на корень 2П Свойства функции для которой это выражение справедливо значит интеграл это существует значит я могу по частям проинтегрировать это выражение и у меня тогда как с обобщенными функциями производная отсюда переносится на производную функции и получается у меня выражение ДП ДК и ДП ДК Ф от К на Е в степени ИК Х ДК на корень из 2П значит вы видите что соответственно умножение на координату соответствует производной от этого значит Х и ДП ДК стоит ну а соответственно производная ДП ДК ДП ДК я видите частное пишу хотя у меня вроде бы одномерный случай но поскольку у меня тут потом функция Вигнера будет от двух переменных стоять поэтому лучше сразу мы кругленькие будем писать если это существует значит я могу проинтегрировать по частям понятно значит ДП ДК а ДП ДХ извините ДП ДХ Ф К Ф Х что видно к чему приводит это есть интеграл Ф от К на ИК на Е в степени ИК Х нет по ДХ по ДХ ну это опять-таки то что вы из школы помните значит ДП ДХ это есть ИК ИК теперь нам надо функцию Вигнера с функцией Вигнера все то же самое проделать а вот с функцией Вигнера попробуем посмотреть что у нас получается ну давайте начнем с чего с производной или Д по ДК В от П ИК У нас мало времени осталось я поэтому давайте не буду тратить время на раздумья так мы выкладки простые и так вот смотрите значит смотрите вспоминаем уравнение Леуиле ИХ ДРОПОТТ будет равно вот обычно когда пишут равнение Леуиле в математике Аж единичкой полагают но я его сейчас не буду полагать а значит ИХ минус значит Д по ДХ Д2 о господи сейчас сразу так и не запишу это же Итак ДРОПОТТ плюс И на H H на РО есть 0 и вот мы видим что РОС точкой от Х и Х штрих от Ку и Ку штрих А это Гамильтониан поскольку Гамильтониан это есть П в квадрате на 2 М плюс У от Ку значит это минус H в квадрате на 2 М Д2 по ДКу два раза плюс У от Ку и вот вы видите что поскольку здесь у вас коммутатор стоит у вас оператор действует на переменную Ку и с другой стороны на переменную Ку штрих у вас действует значит у вас тогда получается такое выражение РОС точкой от Ку и Ку штрих плюс И на H и здесь у вас такое получилось выражение минус H в квадрате на 2 М Д2 по ДКу два раза минус Д2 по ДКу штрих два раза и плюс У от Ку минус У от Ку со штрихом РО от Ку и Ку со штрихом есть ноль Вот у вас уравнение Леувилля в координатном представлении Теперь смотрите вам нужно получить функцию Вигнера Ф от П и Ку значит это есть интеграл по Д еще раз ноль равно нулю уравнение вот значит мы пишем интеграл по Ду РО от Ку плюс У пополам Ку минус У пополам на Е в степени минус и Ку вот мы такое а еще раз ИПУ вот и теперь смотрите значит я должен взять и сделать преобразование Фурье от этого значит здесь у меня будет дубль с точкой а дальше вы видите я должен получить производную по Ку и как у меня У от Ку будет действовать значит вы видите что здесь формально что у мне записано если у меня есть некий оператор который от Х и Д по Д Х на какую-то функцию действует Ф это означает что я действую оператором Фи тем же самым от ИДПДК ИК Ф вот собственно у меня такое свойство есть значит что у меня здесь записано вот это оператор который здесь записан это вот есть этот оператор от Х и ДПДХ значит я тогда сюда вместо ДПДК должен поставить соответствующее выражение которое получил и сюда ну вот сейчас звонок прозвенит и мы с вами сделаем только одно преобразование которое вам нужно будет увидеть а потом я попрошу вас дома проделать для второй части и в следующий раз мы с вами уравнение получим и так значит я видите должен сделать следующее ну например давайте попробуем посмотреть как у меня выглядит Х и РО от Х и Х штрих и как это связано с функцией Вигнера поскольку у меня функция Вигнера как вы помните она будет тогда выглядеть так интеграл В от Х плюс Х штрих пополам и П я переставил местами по икун так мне проще будет значит здесь будет так подставляем просто Х я сюда могу занести потому что интеграл по П мне будет там как вы помните на Е степени и Х равно единице напишем потому что здесь с преобразованием Фурия ну либо К будем писать а не П это все равно и П Х минус Х штрих ДП и на 2П вот мы так его определили как все ну и казалось бы что мы делаем берем продифференцируем по П да вот этот экспонент и все правильно ну на самом деле это не совсем правильно а потому что у вас функция Вигнера вот видите от Х и Х зависит а здесь у меня Х минус и Х и это надо помнить значит тогда я должен вот помните это у меня была буква там R ну вот это есть значит я тогда должен учесть вот эту связь потому что я буду переносить дифференцирование на эту функцию сюда значит я тогда должен выразить Х через Q и дальше должен написать плюс Х минус Х пополам то есть Q вот вот мне и тогда вы видите что поскольку я сюда написал Х и Х штрих я тогда могу дифференцировать по этой по Q переменной и по P которая здесь получилась и у меня будет тогда вот такое выражение значит я выбрал W от Q от Q и P W от Q и P а здесь я напишу Q плюс Х минус Х пополам на Е степени и P Х минус Х ДП на Ду АП ну и видите что у меня Q остается здесь а вот здесь у меня будет производная по P значит что у меня получается тогда интеграл W от Х плюс Х пополам а здесь будет Q и плюс а минус да минус и одна вторая ДП ДП от Е в степени и P Х минус Х зацеплены это остается здесь по частям интегрируется и вы видите что у меня Х на Ро от Х Х штрих эквивалентно действию Q плюс и пополам Д по ДП на W от P и Q ну вот собственно звонок к сожалению прозвенел смотрите значит я тогда тогда попробуйте получить вот эту формулу ДП ДХ точно так же вы делаете вспоминайте что у вас функция Вигнера от двух переменных Х и Х зависит делайте такую замену и получаете эту связь а потом нужно будет подставить вот в это уравнение Леувиля сделать преобразование Фурье вы видите что это вторая производная квадрат просто того что здесь было вы возведете там у вас сократится останется только первая производная смешанная Ку и ДП ДК вот а здесь у вас в ряд тылора раскладываете и в силу того что у вас здесь разность есть разница есть у вас тоже четные степени сократятся останутся нечетные степени и вы получите некое выражение которое есть уравнение Майя ну давайте мы тогда ее в следующий раз получим до конца а вы попробуйте получить вот это соотношение для функции Вигнера теперь производную ДПД скольку выявления выявлений 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 Продолжение следует...